здравствуйте доброе времени суток адекватные люди салом алейкум ну что не нравятся мне такие зазоры позвонил я лукману видео отправил он не говорит хули нам грядать разговаривать короче горит снимай то что говорит тебе не нравится отправляй назад да это все бы хорошо отправляй назад все заебись но дело в том что на завтра должна быть работа только что звонили и из-за того что вот такой косяк с пальцами со втулками я получается завтра потеряю работу в очень сидел то есть ну вот такая фигня позвонил толику планеты gcb сказал ну только покажи-ка мне ваш палец ваши втулки и сделаем не видео он не прислал видео как они одевают втулку на палец пошатали там ну зазоров нету никаких как нормально все не качается но получается 8 600 палец и 4 втулки так что вот такие дела сальники у меня есть сальников там по каталогу почему-то 6 я не знаю у меня стояла четыре там шайбы через шайбы зачем-то еще один сальник ну короче не знаю посмотрю как это все там будет выглядеть пока эти втулки не выбиваю идет только палец посмотрю пока спешить не буду но дело в том что он я у лукмана нафига пальцев понакупала на переднюю установку еще на заднюю другие там пальцы какие они если они такой же говно поставлять это мне надо сейчас я все это разобрать не могу разом поломать весь трактор то есть я этапами делаю то есть я должен вообще плану был вчера собрать этот узел и человек бы мне сегодня позвонил ну или хотя бы не собрать до конца хотя бы сегодня не вчера бы собрал бы сегодня до конца собрал хотя я планировал вчера сделать я завтра поехал бы на заказ грубо говоря я вчера на завтра что я потерял работу из-за того что такой косяк с пальцами и со втулками ну что это такое что за запчасти они в размер не подходят вот такие вот дела ну сейчас хочу снять термостат корпус термостата потому что по корпусу там макрит по по двигателю здесь не знаю три года назад я делал я здесь менял подшипники в этом в этом узле новую вал точил один шкив вот этот вот срезал не только один почему потому что когда выпрессовывал ударила отколол отсюда куски и вот мне его убрали этот ручей час у меня этого ручья нету под клиновидный ремень на генератор на одном ручье не на 2 так и было я ничего не переделал хотя здесь два дыры должно время стоять по-любому так вроде как вот эти болты на термостате я просто раз почему не мог снять потому что она была снимать этот узел я вроде бы как укоротил вроде как укоротил болты и все теперь можно разобрать и вот здесь у меня проставка выточена видите тоже что-то у меня там было косяк я уже такой не помню что я делал давно это три года назад когда купил трактор весь полностью поломанный то есть у меня было в лобовом стекле сантиметров 20 диаметре дыра почти насквозь здесь тут была ручка вот это ударено вот так вот согнута вот кусок я вваривал сюда видите выпрямлял двери были полностью в ламину стекол не было в дверях вот этих больших здесь петли были отломаны от двери вот ведь у меня стоит есть усилитель варен подвод за три года под заржавела хотя я подкрашивал баллоном правда то есть вот так распиливал потому что гвозди не мог вытащить из дверей ручку это самодельное открывание делал до сюда должно стекло вот это открываться и защелкиваться сюда ну что мне выгоднее стекло чтобы открывалась или чтобы ручкой сделать вот такую открывашку сделал потому что ничего не было стекло было разбито и и дверь открывалась вот так вот через салофан дверь была вся бита я геометрию восстанавливал двери вот она была согнута для что-то упала на трактор такие дела помню сидение делал то есть сиденье было полностью сломано и разбирал все весь механизм там варим все эти трапеции руль тоже был отломанный разбирал там восстанавливал полностью эту вот регулировку вверх-вниз и вал был отломан вот ну подшипник этот вал на котором крутится все было сломано все полностью там разбирал рулевую колонку снимал тогда и и все полностью переваривала потому что все было сломано того стекла тоже правого не было ну я трактор покупал за 10 тысяч долларов это было 560 тысяч рублей три года назад это было ну хорошая цена вообще потому что тогда они были по 800 по 900 и все не в мурманске а я купил за 560 мурманске даты нвд был наебнутый но я этого тогда не знал то есть у меня ехал грубо говоря только на второй передаче третье кое-как 4 только с горы на ровный выходишь он не едет то есть текло масло это солнца всех щелей мотора были полностью все мечи месячные по всем позициям гидромасло также со всех шлангов данные шланги не дырявые но почему-то текло по всем прокладкам по всем резинкам то есть я все там переделал вас расшлаг менял менял гидрошайбу ставил вместо резинки тому же себе резиночка такая стоит нахуй выкидывал ставил гидрошайбу вот кондиционер снял у меня был конди он не рабочий был он вот здесь стоял но он мешал рабу ну неудобно снимел демонтировал вот ну подкачивающий насос менял потому что он мертвый был как мир он работал но утекло масло с дренажа то есть там была проблема по по маслу то есть вытекало масло с него вот так очень много чем переделал кронштейн генератора переделал он был сломанный переваривал пластинку натяжки переделывал лобаж менял 5 даже сейчас ну короче да хера я всю зиму его чинил так периодически не каждый день ну так вот бачок тормозной был тоже крышки не было полный песка был то есть ну тормозов не было это цилиндр один купил но видите эти оумак говно не цилиндры на было тогда сразу на жиговский переходить бачок тосольный тек но я так и ездил в принципе сколько два сезона вот в этом году что зимой сделать железный самодельный потому что новые запчасти я уже понял не просто говно кусок они не оригинальные они вообще непригодны к эксплуатации вот даже сейчас на этих пальцах и втулках доказательства что это одну поебень по чеху все печка нагреет сейчас чуть-чуть боксе буду ковырять термостат и опускать фронтальную стрелу хочу все равно стоять пока палец не придет он сегодня его отправил это в любом случае только послезавтра придет то есть сейчас опущу стрелу и раздербанил вот эти вот треугольники вытащу оттуда все эти части начну хочу начать с этого вот это по моему я еще ничего не заказывал сюда не хочу то глубоко пока весь пока думаю эти сделать и понять что там внутри возможно мне понадобится на плавочный станок сточной поэтому хочу увидеть насколько у меня там проблемы живут так и сливаем ты приз краник этот поставил здесь краник сейчас там пробка закрыта поэтому ни хера не хочет течь сейчас пойду пробочку открою все ведерочки поставил и слева и без проблем пришлось снять перчатку потому что вот эти вот болты не мог открутить грани сорвала вот уже все разобрать потому что было никак не это я вспомнил зачем я это сделал токарь не укоротил эту алюминику и когда короче она так была закише вот здесь вот мне пришлось ее отрезать вот так вот понимаете и тут было очень закише я не мог снять ее и отпилил и он не сделал короче и такую проставку мне выкачал туда получилось так вот собирается и потом корчатка ставится вот так что вот такая вот ситуация была термостат снял корпус хотел я как-то давным давно сразу его купить новый расчет за эту ебалу тогда хотели 14 что ли тысяч это вот саморезу ты меня напрягали что это такое там глухарь вот под для этого болта он саморезом застопорен здесь вот видите по кругу я думаю что за херня такая таким образом стопорнули короче глухари термостат я здесь ставил от мерседеса вот 123 по моему подходит вот здесь прокладка текла вот это не знаю все вроде было целая бумажная стояла я бумажную ставил три года назад вот она потекла вот видно что она текла давно здесь вот вообще поедино я переднюю стенку снимать потому что блять хуита полную передняя стенка я думаю что она она течет же у меня не просто так здесь главное крутил сейчас ущелька появилась типа ну видно что дышит здесь как бы кто-то влазил видать двигатель когда-то прокладка здесь мертвую потому и течет из-под передней стенки не главное не из-под крышки течет понимаете а из-под стенки вот этот насос который вакуум качает вот у нас действие под генератором это метам человек просил подписчик как у меня нету ну типа где стоит покажи вот он так вот он выглядит масло он берет вот отсюда смазку он мажется масляным давлением вместе с турбиной у меня было раз что вот эта штука открутилась и масло хлестала мне хорошо это заметил вовремя то есть а это же на турбину подачи вот она видите то есть могу быть голодание масле но ничего вроде все нормально это воздушный шланг на вакуумнике который идет все и там вставляется здесь и крутится причем он два болта верхний и нижний тоже он новый стоит я думаю что люди думали что проблемы в нем тормозов у них не было они поменяли виды был что новый ну и прокладка под ним порвано было тоже масло текло я не знаю как они собирали почему кускал прокладка просто полом порвано и они думали что не будет течь масло наверно не понимаю короче как может быть по их мнению все сейчас чищу резьбы прогоняя здесь здесь резьбы прогоняю и будут собирать вот эти болты пришло почему снимать эту я не мог вот эти болты восьмые открутить понимаете и получилось что мне пришлось снимать вентилятор стойку вентилятора потому что я не мог открутить у меня об грани стали обходиться и поэтому пришлось снимать если у вас как бы болты нужной длины то есть выкручиваешь они не упирают вентилятор ты можешь вытащить но вот в моем случае все заржавело там и я не мог демонтировать пришлось так вот долго разбирать я думал что конечно все гораздо быстрее будет ничего все пришлось гену снять подшипники сухие без смазки так чуть-чуть сполоснул поеду сейчас метчики возьму и прокладку вырежу здесь помпу подточил чтобы потом если чем можно было отсюда головкой нормально ну и так головка плохо подходила тут бугор был ненужный болт у меня здесь сломан надеюсь заподлицо я пытался раза привариться выкрутить его не могу предать либо здесь закисло либо в двигателя так чуть-чуть сполоснул придется еще генератор перебрать подшипники поменять не знаю есть меня наличь такие или нет но сейчас еще заведу может быть стрелу опущу вниз займусь стрелой не знаю вот так вот так главное залезть сюда ты залезешь быть всю машину переберешь так она пока вроде работает и работает как залезешь это она вообще непонятно как она работает она уже должно давно была должна остановиться она еще крутится ну термостата видите здесь коксы сейчас торчат я просто раз шлифовал поверхность надо будет еще раз на камни шлифануть поверхность вырубить новую прокладку здесь и поставить что вот они коксы торчат я их тогда и подтачивал получать что эти коксы и прокладку не можешь не поджать ничего кокс не дает сжаться и прокладка получается у тебя висит в воздухе понимаете то есть это да что делал я даже машинка здесь забирал чтобы было ну ход какой-то было они вот сейчас видите торчат но меня текло вниз где-то вот где-то вот здесь вот что-то текло все-то по идее но вот этими местами держат правильно вот вот этим местом а вот каешь как держит это можно коксы подточить все не бумажная была прокладка сколько на три года отстояла час пара нет его рубану сюда я думаю что будет дальше ходить сейчас самое время за снимать переднюю стенку бля че вообще не охота это делать потому что стенку ты не снимешь у тебя получается и поддон надо снять я так понимаю потому что поддон прикручен к стене кронштейн двигателя это вообще нереально пить комитом печка не просто месячным там но это сейчас еще вот солярка потекла ну вообще течет вот в районе воздушного насоса вот там вот вот он источник видите и ничего там не сделаешь я вымывал вымывал герметиком замазал она как будто вот как будто бы это туда вот вытекает вот вот из того места вот не знаю почему ну так вот чтобы это устранить надо снимать переднюю стенку были не хочу это делать и не буду нахуй генератор шкив генератором подшипники сухие уже здесь генератор какой-то интересный и такой плюс имеет и возбуждение до лампочку и вот такой как на пульс вагине вход под общую колодку непонятный какой-то генератор сейчас буду вскрывать его смотреть что там внутрях сейчас термостат притру к на камни плоскости сделала чтобы была четкая плоскость складку же сделал метчики взял резьбу буду прогонять потому что не прогоняя резьбу это конечно все футу полная надо все резьбы прогнать чистые были и все собирают потому что грязные резьбы это не собирается и болтом тоже соответственно это не прогонять резьба это все херня только метчиком генератор значит держится у нас на сквозные болтах вот таких снимаем начали интегралку здесь стоит на трех болтах потом вытаскиваем фишку раз половине на две части все еще щетками ну щетки есть еще коллектор коллектор смотрим половинка еще осталось правый больше стучит чем здесь у нас игольчатый подшипник стоит с ним как правило ничего не случается вот он набьем смазку и вперед дальше ну а передний конечно сухой подшипник все тут принципе все просто и быстро почему надо было разобрать сегодня надо понять что какой подшипник передний стоит вас разбирал в тиски зажал вот за это ухо видите тут ничего не надо как бы все так понятно ухо к уху никакие тут не нужны в обмотка много мод как обмотка и щас все продуем может ли здесь никакая ничего не вижу gcb и все и больше ничего тут непонятно сколько здесь ну так судя по обмотке где-то 65 наверно по штану обмотка очень маленькая думаю 65 не больше всю грязью забитый от маслах листала сейчас все это дело прочищу грызю кует и все думаю на этом подшипник час на прессе буду выдавливать молотком не хочу стучать пресс есть чурс чистое здоровье еще вот для чего этот пресс нам еще так чтобы не стучать не греметь вот так спокойненько выдавливаешь все что крышка целая вау целый все порядке спасибо физ зарядка я смотрю как по размерам вроде 203 конечно знаю какой точно темно сейчас светку включу до двести третий или 303 двести третий на двести третий подшипник ну по-моему такого нет еще посмотрю csx какой-то csxh не знаю кто производитель я думаю что он так с щелчком пошел можно было поломать вот эти перегородки на было подставляться сюда здесь нету пластины на винтах как на всех генератор здесь смотрите загнуто алюминий заплюснут видите подшипник вставлен и заплюснута вот такая система то хитрая да у всех на 3 болтика крышечка или на 4 а здесь вот так сделано а я давлю давлю он не идет щелк щелчка думал конечно лопнула крышка выдавил оттуда такая вот так что если давить то правильно давить вот сюда подкладываться и давить ну все целое вроде бы ничего не лопнуло если бы лопнула пришлось бы конечно что-то мудрить какой-то другой что-то что-то такое за литьё то не на это не трещина это литьё то это такое литьё подшипник сухой его мастеров когда был малой они так делали головки притирали и блоки вот видно я краску наносил когда прокладку отпечатал видно что тут берет видите здесь нифига не берет то есть здесь всего висит втулки торчат еще будем точить пока не будет опять ровная вся поверхность вот уже почти машинка немножко заглубил их и уже вот успех виден вот еще здесь висят видите вот все можно уже ставить видите все поверхность уже есть поверхность уже есть игру что тогда я у мастера когда был малой он вообще все ну не таким камнем больше от наждака здоровым камнем он притирал и головки и блоки я еще грел наху ты блок то трешь поверхность я говорю она же это ну она же не гнется нас большой он ведь смотри сюда ложит камень шик шик пару раз елки-палки оказывается блок то кривой блок обычно прогибался между вторым и третьим цилиндром был брогнутый и обычно блок имел выпуклости в районе болтов то есть там где болты для головки были там постоянно блок был вытянутых в этих местах и он всегда все двигателя которые делал он шлифовал большим камнем всегда у него все было отлично вот такие дела все бензинчика моем обожириваем и вперед с песней кокса эти сквозные видите то есть не знаю почему они лезут и не должны весь резьбы конечно забиты просто пипец грязно резьбы метчик лет не поломать ба кризиса какая-то тут по ходу тасол живет что ли вот этих болтов течет далее какая тема что отсюда подтекает поэтому не болты на герметике ты стояли тебя себе сказал я себе все прогоняем резьбы потом эти прогоню вот там видите ржавчина как закручивать болты в эту ржу чтобы там закусила нафиг прогнала все герметиком вот карте ковски мазанул вот подобрал по длине и все обтягиваем и вперед зублять будет тяжело это все дело центровать попадать болты потому что чудо вот так вот засовываешь и крутишь можно делал уже но бывало два раза снимал но долго один раз центровал один раз быстро посмотрим как получится на этот раз я по-моему через шпильку то я делал как-то не помню уже точно вот этот раз вроде бы как быстро наживил здесь бы конечно маленькую пневмо трещоточку бы было вообще бы хорошо ну средненькую но таковой у меня нету все хочу купить маленькую среднюю все никак не соберусь все как то вот так получается сейчас затянуть надо не забыть этого завтра генератор думаю что надо заняться надо конечно четверг серегово что завтра четверг остается только пятница и если за пятницу короткий день так армия не сделают то есть не надо вот эти вот четыре вот палки снимать и наваривать там разбито то есть могут так что не сделать пятницу не знаю есть ли смысл ну разберу хотя бы проверю хотя бы проверю что там происходит ну то есть тест такой наверное уже завтра не получится это все сделать что надо варивать отдавать на зал на цех на завод короче на вряд ли это сделать успею до субботы здесь можно и такой понем такой вот расчеткой сделать реально время так вот подгонять самая тему стоимость трески это хуйня что 40 баксов что ли вот и все на сегодня ничего толком не сделал сколько я восемь вечером начал генератор завтра думаю победил ужаса там чего его собрать только на подшипник зато купить завтра у кента возьму на рынке по закуплю на где-то 200 рублей он стоит 110 что то такое главное чтоб не текло тасово этот ебучий завтра залью сегодня естественно не хочу заливать вот этот насос вакуумный я думаю крышка передняя наверное может одинаковая у всех хотя может крышка другая типа короткая быть без вакуумного насоса а может она и длинная просто заглушена а с другой стороны у него старее трактор и может быть насоса и нет вообще не предусмотрено короче вот такая тема самое интересное что вакуумник если поставить на старую модель блять и чего вакуум то взять может какой-то электровакуумный насос бывает а потому что из коллектора взять я думаю блять он сосет так что пиздец может порвать хотя можно откалибровать тем джиглером чтоб чуть-чуть сосало например вот сюда вот запитаться да вот сюда чтоб вообще чуть-чуть сосало маленькую там дырку просверлить наху да и все он сосет то еле-еле здесь вот я пробовал пальцем затыкал он толком то нифига прям не не так уж жутко вакуумировать то есть он фигня ну все теперь главное чтобы только охлаждайка не текла хотя я этого боялся 3 года назад собирал и вот все нормально было не текло с этого болта я сейчас вспомнил что я не зря герметиком мазал что мне тоже оттуда было тепло ну то есть я отпустил получилось эта сторона провисла понимаете прокладка эти то получается она же насквозь протыкает переднюю стенку и к блоку прикручивается ну всем всего хорошего до свидания рабочий день окончен уже 2 часа два двадцать четыре все пора уже домой на горшок и спать и